МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он подсмотрел ее на стадионе поселка Ильинский и приписал. Бросая мусор в эту урну, можете почувствовать себя Джорданом. На прошлой неделе Елена Овчинникова порадовала нас вызревающей айвой, а нынче у нее случился урожай винограда. Вот фотоподтверждение. Вот оно такое наше лето. Мы во дворе дома номер 31 по улице Гашкова. За моей спиной детская площадка. Там гуляет ребятня. Буквально в нескольких шагах от нее детский садик. А между ними ловушка для маленьких и больших пермяков. Колодец наполовину перекрытый чем-то гнилым. И вот в таком виде колодец здесь во дворе аж с весны. Куда только не обращались жители 31-го дома по улице Гашкова. В ответ тишина. Звонили в администрацию Мотовелихинского района. Водоканал. Значит, не находим хозяина люка. Все друг на друга ссылаются. И в результате люк остается до сих пор открытым. А как давно открыт? Давно с весны. Вот уже неделю жители первого подъезда дома 27 по улице генерала Черняховского выходят из своего подъезда по деревянным, а не по бетонным ступенькам. Нет, понятное дело, что это времяночка, потому что идет ремонт. Но поскольку уже неделю не видать рабочих, то очень опасаются жители подъезда, что это затянется надолго. Все мы знаем, что в этой стране нет ничего более постоянного, чем временное явление. Напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. И победителем у нас нынче становится Яна Маркина. Именно она позабавила дежурного замечательной фотографией, что делать, если велосипед в квартиру не входит и балкона нет. Дорогая Яна, вам достается вот это вот приглашение на двоих с открытой датой в киноцентр Киномакс в ТРК «Столица», а еще фоторамка и две пары специальных очков для просмотра видео в формате Real D. Это ваше. Ну а Игорь Гиндис и Степан Пепеляев на этом заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей» в интернете. Встречайте завтра Анну Водоватову. На сегодня же все. Спасибо. Удачи. Пока.